Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Каникулы заканчиваются. Педагоги области собрались на традиционную августовскую конференцию. Какие задачи учителя решают на этот раз? Выборы в режиме онлайн. Все избирательные участки оборудуют камерами видеонаблюдения. Готовь трубы летом. Самарские коммунальщики на низком старте перед отопительным сезоном. Место для неспешных прогулок. Сквер на Новосадовой преображается с каждым днем. Все ближе к медалям. Тольяттинские гонболистки вышли в полуфинал на Олимпийских играх в Рио. Что год учебный нам готовит. В Самаре прошла августовская конференция учителей. Ежегодно это событие объединяет педагогическую общественность региона. На встрече работники образования подводят итоги прошедшего года и ставят перед собой новые задачи. Главные тезисы записала Марина Матвейшина. На ее уроках все ботаники, изоологи и генетики. Людмила Косоухова преподает в школе биологию почти 40 лет. Сотни ее выпускников и даже тех, кто не связал свою жизнь с биологией, до сих пор могут нарисовать инфузорию туфельку и отличить соцветий зонтик от щитка. Прежде всего потому, что люблю детей. Я вообще, когда думаю, учитель идет на урок, он должен служить прежде всего детям. Награды из рук губернатора лучшие работники образования получают на августовской педагогической конференции. Это, как называют сами учителя, их главный урок в году. Традиционно на конференции в августе работники образования подводят итоги прошлого учебного года и намечают планы на будущее. Одним из главных достижений в сфере образования стало создание объединенного университета. В 2015 году он повысил свою позицию в международном рейтинге лучших университетов на 30 пунктов. В эти дни вуз завершает приемную кампанию. Количество бюджетных мест увеличилось, выросло число и студентов, и преподавателей. Самарский технический университет после объединения с архитектурно-строительным получил миссию опорному для экономики региона вуза. В этом году свои двери откроет обновленный корпус социально-педагогического университета. Также выделены деньги на завершение строительства общежития вуза. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, в регионе сохраняются размеры зарплаты учителей и других социальных выплат и соцподдержки педагогов. У нас на самом деле очень много творческих инициатив, очень много творческих людей, очень много людей, которые отдают полностью себя своей работе. Это чувствуется. Поэтому мы уже все годы последние имеем в финале учителей года, все годы. Мы имеем своего победителя, лучшего учителя года. И мы имеем другие результаты, которые говорят о том, что наша общая образовательная школа на очень высоком уровне. Лучшей в стране обещает стать строящаяся в Южном городе школа. Она будет оснащена по последнему слову техники. Впервые за 20 лет строится школа в столице региона. 1 сентября двери своим ученикам откроют две новые самарские школы. В Крутых Ключах, куда уже записано рекордное число первоклассников, и в Волгаре. Продолжается развитие дошкольного образования. В регионе выполнена задача по ликвидации очереди в детские сады для детей от 3 до 7. В прошлом году было создано более 3 тысяч дополнительных мест в детсадах. В этом году в планах создать еще порядка полутора тысяч. Образование будет развиваться вне зависимости от экономической и политической обстановки, заверил губернатор. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, События. Выборы 18 сентября пройдут в режиме онлайн. На каждом избирательном участке установят видеокамеры, сигнал с которой будет непрерывно транслироваться в интернете. Такое решение принято для обеспечения максимальной открытости и легитимности голосования. Всего в Самарской области предстоит оборудовать аппаратурой видеонаблюдения 1761 участок. А чтобы полностью исключить любую возможность фальсификации, предполагается еще и установить на каждом участке комплексы автоматизированного приема и обработки бюллетеней. При использовании КАИБа в подсчете информация сразу сканируется с листа и хранится в электронном виде. При этом подделать данные уже не получится. На сегодня регионы есть возможность разместить такие комплексы на 180 участках. На заседании рабочей группы по содействию избирательным комиссиям принято решение обратиться в центр избирком с просьбой предоставить Самарской области еще около полутора тысячи КАИБов, чтобы установить их на всех участках. По тем участкам, где стояли КАИБы, комплексы обработки информации, ни у одного субъекта выборного процесса, избирательного процесса, никогда не возникало проблемы с принятием тех результатов, которые есть. И я могу сказать, что это четкая позиция и рабочей группы, это четкая позиция губернатора. Даже в самое жаркое лето коммунальщики думают о зиме. Как бы это парадоксально ни звучало, учитывая температуру за бортом, именно сейчас подготовка к отопительному сезону в самом разгаре. Управляющие компании должны привезти в порядок более 10 тысяч домов. Ресурсники переложить более 15 тысяч метров теплотрассы, привезти в боеготовность около 100 котельных. Жаркая пара для ЖКХ. Репортаж Марина Матвейшиной. Раз кирпичик, два кирпичик. Строители восстанавливают разрушенные стены котельной в советском районе. До первых дней осени обещают накрыть здание крышей и подготовить котельную к работе. Зданию около 50 лет, и ремонт здесь не делали никогда. Когда в прошлом году ресурсоснабжающая организация приняла котельную на баланс, она выглядела удручающе. Сквозь щели в стенах и крыши можно было смотреть на звездное небо. В зиму она проработала. Мы установили в отопительный сезон металлические подпорки, которые вы видите, чтобы обрушение не произошло кровли из-за плохого состояния несущих стен. И в зимний период отработали в спокойном режиме, и сейчас ведем строительную работу. Подготовка к отопительному сезону в Самаре сейчас в самом разгаре. Началась она сразу же, как только закончился предыдущий сезон. К зиме готовят котельные, дома и теплотрассы. Принять тепло готовы уже более 7 тысяч домов. Это свыше 70%. Управляющие компании идут с опережением графика. В то время как предприятие тепловых сетей завершило работу по перекладке сетей наполовину. Это не критично, но в этом вопросе мы сейчас с руководством Т-плюс отработаем, и я думаю, эта ситуация будет поправлена. Здесь вопрос в большей степени даже не перекладка самих магистральных трубопроводов, а в большей степени работа по организации заделка вскрытий после производства работы. В вопросах подготовки к зиме городские власти держат руку на пульсе. Еженедельно в департаменте городского хозяйства и экологии проходят штабы. Специалисты также выезжают на проблемные места. Такая активная работа летом гарантированно не даст замерзнуть в домах зимой. Марина Матвеевична, Максим Гусев, Сергей Баскин. События. До наступления холодов должны закончить и работы на Новосадовой. Там, где раньше был просто газон, появится сквер. Самая трудная работа позади. Остались детали. Впрочем, они как раз и создадут облик нового зеленого уголка Самары. Уже осенью в сквере должны появиться лавочки, беседки, новые деревья и кустарники. Павел Баймаков поинтересовался, успеют ли. Система автополива. Теперь неотъемлемая часть нового сквера на улице Новосадовой. Вода просто необходима газонам, которые только-только уложили. Чтобы рулонные газоны прижились, на участке протяженностью более километра провели колоссальную работу по замене грунта. Грунт новый завозили, более качественный. Удобрения вносим и укладываем рулонные газоны по технологии. Это натуральные газоны, рулоны привозятся из Казани и укладываются в ближайшие, в кратчайшие сроки, круглосуточно поливаем и днем, и ночью. Наряду с газонами в сквер вложили тротуарную плитку, нанесли разметку, разделяющую пешеходную зону и велодорожку. Чуть позже здесь появится порядка 60 лавочек. Сквер на Новосадовой будет подобен тому, что на Маломосковской. Его площадь вместе с газонами и тротуарами около 70 тысяч квадратных метров. Парковая зона протянется от третьей просеки до заправки около Самарского университета. Уже в этом году в сквере появится порядка трех тысяч кустарников. Также планируют посадить около 600 деревьев, березы, клёны, туи. Напротив входа в загородный парк установят Альпийскую горку. Жители уже радуются обновлением. Приятно, да. Намного лучше, чем было раньше. Город меняется с каждым днем. Видно, что меняется все, становится лучше. Надеемся, что будет у нас очень хорошо в Самаре, красиво. Новый сквер благоустраивают в рамках капитального ремонта улицы Новосадовой. Одновременно обновляют дорожное полотно, устанавливают освещение, оборудуют парковки. Также ремонтируют улицы-дублеры. Комплексное обновление Новосадовой начали в прошлом году. Закончить планируют в следующем. На это направили более миллиарда рублей. Работы по капитальному ремонту Новосадовой будут завершены окончательно в следующем году. Это касается обустройства освещения. То есть у нас основной проезжий ход, проезжая часть будет готова. Разметка, будут работать светофоры. Благоустройство сквера стартовало в мае и завершится к зиме. Как будет называться новый зеленый островок в Самаре, пока не решили, возможно, вариант предложат жители. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. Пременно в городе добрались и до дворов, и до внутриквартальных проездов. Меняют асфальт, оборудуют парковки, устанавливают уличное освещение. О преображении с Самары на примере отдельно взятого Октябрьского района расскажет Алина Чемерес. Комплексного благоустройства двора возле 34-го дома на Новосадовой не было около 40 лет. Долгожданный ремонт здесь сделали в рамках программы «Двор, в котором мы живем». Обновили дорожное покрытие и тротуары, оборудовали аккуратные газоны с ограждением. Установили новые бордюры, уличное освещение, соорудили спортивную площадку. Особенно местным жителям не хватало парковок. Появились и они. Люди рассказывают, после того, как двор привели в порядок, здесь стало гораздо меньше грязи и пыли. У нас очень хорошо сейчас это. Выглядят все подъезды, выходы из подъездов, подход вот даже к мусоросборникам, потому что женщины плакали, здесь стояли лужи, грязь. Грязи нет теперь, убирается все. Если возьмем 38-й дом, тоже большой парковочный карман на месте пустыря. То есть там пустующее место было, куда в любом случае заезжали машины, и там была всегда грязь, эта грязь развозилась по дворовой территории. Там сделан тоже благоустроенный парковочный карман с освещением. Благоустройство дворов и внутриквартальных проездов ведется по всему городу. Работы под пристальным вниманием городских и областных властей. На улице Мичурина ремонт стартовал в начале августа. Здесь уже установили новый бортовой камень. Сейчас меняют асфальт, обновляют дорожки для пешеходов, оборудуют парковки. Всего подрядчик приведет в порядок территорию в 2000 квадратных метров. Работа уже выполнена наполовину. Все замечания и пожелания жителей учитывают. Контроль многоступенчатый. Начиная от начала работы, это установки бортового камня, заканчивая на финальной стадии. Это устройство асфальтно-бетонного покрытия толщиной 5 сантиметров. Гарантия на ремонт внутриквартальных территорий 5 лет. В этот период подрядчик за свой счет будет устранять все дефекты. Специалисты приезжают, каждый год проверяют асфальтно-бетонное покрытие, в каком состоянии борт находится. Согласно этому, если есть какие-то дефекты, поступает предписание на генподрядную организацию. И мы выезжаем уже и устраняем эти дефекты. Рабочие идут строго по графику. Ремонт двора на Мичурино планируют закончить до 25 августа. В этом году на ремонт внутриквартальных территорий в Самаре выделили около 180 миллионов рублей. На эти средства приведут в порядок 62 дороги. На 29 из них ремонт уже завершился. На остальных объектах продолжается. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Еще один фронт работ для коммунальщиков – сорняки, которые, несмотря на установившуюся жару, продолжают активно расти. Сейчас работа прибавилась, деревьев начали опадать сухие листья. О тех, чья профессия – выносить ссоры с дворов, расскажет Лариса Шалафаст. На борьбу с сорняками рабочие бригады выходят с 7 утра, когда еще есть роса и не жарко. Пока горожане спят, траву дергают руками. Потом в дело идут триммеры. С их помощью с сорняками справляются в считанные минуты. Работают аккуратно, соблюдая все правила безопасности. Надо аккуратненько, чтобы к ножу не попасться. И если люди близко находятся, чтобы они к осени подошли. Мы перчатки еще одеваем. После покоса всю скошенную траву оперативно собирают и вывозят на контейнерную площадку. Это обязательно, чтобы желтая трава не высыхала на новой зеленой траве. Было, чтобы красиво, симпатично. Траву в Самарском районе с начала лета косят уже четвертый раз. Это не только для красоты, говорят специалисты. Важно вовремя избавиться от сильных аллергенов. Мы как раз боремся с сорняковой травой, которая высыхает, и также с аллергенами, с так называемой амброзией, чтобы люди спокойно могли дышать, и у них не было обращений в больницу. Из установившейся жары с деревьев уже начали падать сухие листья. На еженедельном совещании в департаменте ЖКХ управляющим компаниям поручено усилить работу по уборке. Летит сейчас сухие листья, потому что нет дождей, полива на придомовой территории. Просто убрать сухие листья. Сделать подбор. Вот это то, что должно поставлено быть на поток. Косить траву и убирать сухие листья во всех районах города продолжат до октября. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Далее, коротко о других темах дня. На нелегальном заводе он располагался на территории бывшего акционерного общества «Фосфор». Работали 4 аппарата по переработке углеводородного сырья, системы очистки и охлаждения. Их производительность оценивается в 40 кубометров бензина, дизельного топлива и мазута в сутки. Доход владельцев незаконного бизнеса мог составлять до 150 тысяч рублей в день. По оперативным данным, канал сбыта нефтепродуктов был организован через сеть автозаправочных станций Тольятти и Жигулевска. Самарский областной суд смягчил приговор Ольги Гисича. В марте 2016 года женщину-адвоката признали виновной в вымогательстве миллиона долларов у руководства медицинской клиники, где она лечилась от рака. По версии следствия, Гисич наняла своего знакомого, который совершил два нападения, а также два поджога дорогих иномарок, принадлежащих руководству клиники. Защита Гисич просила отменить приговор как незаконный и несправедливый. Однако Самарский областной суд пошел лишь на небольшую уступку. Окончательный приговор смягчили минимально, убрав лишь один месяц заключения. Таким образом, Ольга Гисич проведет в колонии 8 лет и 5 месяцев. На станции Вишневой в Самаре произошло ЧП. Двое юношей из 17 и 19 лет решили стать отважными зацеперами и отправились на железную дорогу. Один из них попытался зацепиться за уходящий поезд, но не смог и получил сложный перелом ноги. По словам медиков, он проведет на вытяжке 3,5 месяца. Сейчас решается вопрос о том, как наказать его совершеннолетнего приятеля, которого полицейские считают инициатором опасного приключения. Родители пострадавшего привлечены к ответственности за то, что их ребенок находился на железнодорожных путях. Музей ранней истории на месте старой крепости может появиться в Самаре. Вот уже три года археологи ведут раскопки в районе Хлебной площади. Сегодня работы выполнены на 40%. На оставшуюся часть исследований предусмотрено около 12 миллионов рублей. После торгов к осени ученые планируют возобновить работы. Согласно прогнозу Гидромедцентра, в регионе на этой неделе сохранится штормовое предупреждение и четвертый класс пожарной опасности. Находиться в лесах запрещено. Возросло и число обращений пострадавших от тепловых ударов. Только в Самаре зафиксировано 82 инцидента. В прошлом году подобных обращений было всего 4. Далее новости с финансовых рынков. Слово нашему экономическому обозревателю Ларисе Шеллафаст. Здравствуйте. Стоимость нефти марки Brent уже сутки крутится в районе 48-49 долларов за баррель, пока не решаясь подняться выше. Доллар немного потерял в весе. На 18 августа Центробанк установил курс доллара США на отметке 63 рубля 99 копеек. Евро 72 рубля 8 копеек. Золото стоит 2773 рубля. Серебро 41 рубль 19 копеек. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар покупали за 61 рубль 72 копейки. Дороже всего продавали за 66 рублей 7 копеек. По оценкам социологов, 73% россиян получают только белую зарплату. Центр изучения общественного мнения сообщает, что опасения граждан, связанные с безработицей, ослабели. Кстати, сокращений сейчас нет и на автовазе. Просто с октября предприятие перейдет на 4-дневную рабочую неделю. На этом все. Удачи в делах. Люстра – это зеркало. Диван – это ковер. По-польски. О забавных созвучиях в словах рассказала одна из студенток Варшавского университета, приехавшая в Самару на летнюю языковую школу. 29 ребят из пяти иностранных вузов уже несколько дней знакомятся с городом, его культурой, архитектурой и людьми. Что говорят о России иностранцы, узнала Мариана Мирная. Изучать русский язык Эвелине Гиль хотелось с детства, девушка говорит, манила его мелодичность. В университет поступила на русскую филологию и теперь преодолевает сложности грамматики великого и могучего. В Россию попасть очень хотела, но не только, чтобы познакомиться с традициями и культурой. Оказалось, что путь к сердцу туриста лежит через желудок. Я, когда я приехала в Самару, тогда впервые ела русские блюда. Для меня очень вкусные, например, солянка или уха, или блины русские. Я всегда хотела попробовать, как они по вкусу, но в Польше таких нет. Первая волна иностранных студентов из Китая были в Самаре в июле. У многих возникло желание не просто приехать снова, но и остаться, чтобы продолжать образование и, возможно, жить в России. Языковая школа дает реальную практику общения на русском языке для иностранцев. Организаторы надеются, что летняя школа станет началом постоянного обмена студентами для получения нового образовательного опыта и налаживания дружеских отношений. Мы, собственно говоря, и задумывали эту школу как хорошую молодежную тусовку. Потому что ребята выдержали учебный год, им надоело сидеть, конечно, в аудиториях. Поэтому всего три часа занятий, потом экскурсии и по Самаре, и с выездами в Ширяево и другие места области. Экскурсии по музеям, исследования исторического центра Самары, конечно, Волга и пляж. Для ребят путешествие в Самару – настоящее приключение. Третий этап летней школы начнется 20 августа. В Самару приедут еще 29 студентов из Польши, Великобритании и Тайваня. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Парижские сезоны в Самаре. В кинотеатре художественной сегодня завершился показ программы ежегодного фестиваля короткометражных фильмов. За неделю ценители важнейшего из искусств увидели более десятка историй, рассказанных режиссерами из Франции, Испании, Германии и Швеции. Изысканность и глубину лучших фильмов фестиваля оценила и Алина Чемерес. Трогательное повествование о том, как благодаря ребенку взрослым удается сохранить отношения. «До падо» – фильм совместного производства Польши и Франции. На экране история семьи, которая может разрушиться из-за непонимания между супругами. Неяркий свет, приглушенные цвета и нежная музыка. Колыбельная. Ею начинается и заканчивается кино. Этот фильм режиссера Петра Вьяковского победил в номинации «Лучший композитор». Программу фестиваля короткометражного кино «Парижские сезоны» в Самаре показывают во второй раз. Зрители очень тепло принимают наши программы и ходят зрители такой, который любит именно интеллектуальное кино, язык оригинала. Людям нравится язык оригинала, именно живое переживание актеров. В программе лучшие фильмы фестиваля. Их создали режиссеры из Бельгии, Испании, Швеции, Аргентины. Понять иностранную речь помогают русские субтитры. Комедии, мелодрамы, драмы, жанры кино – самые разные. В каждой ленте повышенная концентрация смыслов и идей. За несколько минут здесь рассказывают истории длиною в жизнь. Сюжетные линии захватывают и удивляют. Первый фильм, у меня было совсем другое понимание в начале, для чего был снят этот фильм. А уже в финале совсем другой, неожиданный финал такой, не то что думалось изначально. В этом году парижские сезоны пройдут в 30 городах России. В следующем фестиваль продолжит большое турне по стране. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». И мы держим руку на олимпийском пульсе. День физкультурника в Самаре бьет рекорды. Тольяттинские гандболистки на пути к золотым медалям Бразильской Олимпиады. Гандбольная сборная России с четырьмя спортсменками «Лады» вышла в полуфинал Олимпийских игр. В Рио-де-Жанейро, Бразилия, россиянки движутся на вершину пьедестала почета, одерживая одну победу за другой. На этот раз они обыграли сборную Анголы со счетом 31-27 и пробились в полуфинал. В этом матче четырьмя забитыми мячами отметилась Тольяттинка Ирина Близнова. Ольга Акопяна отправила в ворота соперниц три мяча на счету Дарьи Дмитриевой один гол. В полуфинале гандбольного олимпийского турнира Россия сыграет с Норвегией. В Олимпийском августе болельщики тоже не сидят без физкультурного дела. Илья Евдокимов после смены на заводе бежит на стадион «Буравик» потолкать гирю и преодолеть марафон. Для здоровья. Привычка осталась еще со школы, когда сдавал нормы ГТО. Сейчас участвует в спартакиаде нефтяников. Пришел показать себя и на дне физкультурника Куйбышевского района. В течение года проходят соревнования по всем дисциплинам. И в конце, осенью, в конце года проходится российская спартакиада. Легкая атлетика, гиревой спорт. Да, в принципе, все виды спорта. Футбол, волейбол. Это все на чистом энтузиазме. Это все только сами. Никто никого силком не заставляет. Здоровый дух, здоровое тело. День физкультурника в Куйбышевском районе проходит ежегодно. На этот раз спортсмены-любители собрались на стадионе «Буревестник». Нефтяник на ремонте. Температура под 40 не испугала участников. Они с легкостью играли в футбол, толкали гирю, перетягивали канат. К этому подключаются дети. То есть мы видим, что этот праздник становится семейным. А это замечательно. Когда дети видят хороший пример своих родителей, значит, традиция занятия спортом они будут передавать уже своим детям. И это будет передаваться с поколения в поколение. Популярна среди куйбышевцев легкая атлетика, военно-прикладные виды спорта, лыжи, хоккей. Осенью физкультурники бегают эстафеты, и зимой проходит золотая шайба. Школьная команда «Меридиан» – многократный призер соревнований. Спорт развивается. Но я еще раз говорю, что, я думаю, будет еще лучше у нас со спортом, когда мы сделаем нефтяник. День физкультурника определил в Куйбышевском районе. И своих рекордсменов Тагирю толкнули 130 раз. А в перетягивании каната, когда-то он был олимпийским видом спорта, четвертый год подряд победу одержали рабочие местного нефтеперерабатывающего завода над командой МЧС. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. И болейте. Но только за сборную России на Бразильской Олимпиаде. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok